Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В мире болезнями века считаются сердечно-сосудистые, онкологические и некоторые инфекционные. Но, пожалуй, самой серьезной медицинской проблемой следует назвать синдром приобретенного иммунодефицита человека. Об этой проблеме мы сегодня и поговорим с Николаем Смирновым, исполняющим обязанности руководителя Центра по борьбе и профилактике СПИДа. Здравствуйте, Николай Львович. Расскажите, что представляет собой ВИЧ? ВИЧ-СПИД представляет из себя достаточно продолжительную инфекционную болезнь. Но, скорее всего, ВИЧ-инфекция – это не изобретение человечества. Скорее всего, это мутация естественного вируса, который до поры до времени дремал в организме или обезьяны, или какого-нибудь первобытного человека. Потому что сейчас очень много разных институаций по этому поводу во всех газетах, во всех журналах. Вплоть до того, что и фараоны болели ВИЧ-инфекцией, и великие люди болели ВИЧ-инфекцией, но не знали того. Поэтому трудно объяснить. Во всяком случае, вирус ВИЧ-иммунодефицита человека достаточно похож на вирус полимерита. Возможно, здесь какие-нибудь есть зацепки для получения в оценку. А есть ли какая-то статистика по Рязанской области? По Рязанской области статистика достаточно усредненная в Центральном федеральном округе. Первое место в Центральном федеральном округе занимает Московская область и город Москва. На втором месте у нас и выше нас идут Тверская область, Тульская область. Мы занимаем четвертое и пятое место в Центральном федеральном округе. Значит, на сегодняшний день у нас зарегистрировано около 3,5 тысяч ВИЧ-инфекцированных по всей области. В том числе львиную долю, будем так говорить, 75% вставляют жители города Рязани. Больше какие категории граждан? Как правило, это не работающее население, в общем-то это и понятно. Но в последнее время, последние 2-3 года к ним присоединяется, в общем-то, работающее население, в том числе и учащиеся молодежь, студенты вузов, техникумов, профтехучилищ. Мы провели анализ за последние 10 лет, даже более, будем так говорить, с 99-го до 2000-го года. Ну и вот такая, вроде бы, картинка интересная. Значит, если раньше на одну женщину ВИЧ-инфекцированную приходилось 8-10 мужчин, то сейчас практически равноценно на одну женщину приходится один мужчина. Какие существуют источники заражения ВИЧ-инфекцией? Если раньше, 10 лет назад, грубо говоря, на один половой случай заражения приходилось 10 наркотических, я имею в виду парентеральных, через наркотик, то в последние 2-3 года ведущую роль передачи ВИЧ-инфекции играет половой путь. В связи с этим возрастает количество ВИЧ-инфекцированных женщин, а с увеличением количества ВИЧ-инфекцированных женщин увеличилось количество детей, рожденных от ВИЧ-инфекцированных матерей. В настоящий момент у нас, в общем-то, на учете 27 детей ВИЧ-инфекцированных, при том, что рождено от ВИЧ-инфекцированных матерей более 500 детей. То есть не каждый ребенок, рожденный ВИЧ-инфекцированной матерью, становится ВИЧ-инфекцированным. Он находится у нас в наблюдении около года-полутора лет, сдает определенные анализы, и в связи с тем, что у него не находится антител ВИЧ-инфекции, признается здоровым. Николай Львович, расскажите о профилактике ВИЧ-инфекции. Ну, в общем-то, профилактика ВИЧ-инфекции складывается из воспитания человека и, в общем-то, поведения его в обществе, и от количества знаний, заложенных в его голову. В общем-то, профилактика ВИЧ-инфекции достаточно проста. Это исключение случайных половых связей для предотвращения полового пути передачи и не употреблять внутривенно наркотики. Это сейчас самые главные у нас ведущие пути передачи. Всеми остальными путями передачи, в общем-то, данная инфекция не передается. Вот. Еще существует, конечно, вертикальный путь передачи, в общем-то, актуальный для малых и маленьких детей, рожденных от личных сыновых матерей. Но, как правило, он реализуется только в том случае, если мать во время беременности ведет асоциальный образ жизни, у нее наблюдается какая-то патология беременности, она в родах какая-то патология, или кормит грудью. Это для маленьких детей. Как ВИЧ не передается? Ни через укусы комаров, ни через столовые приборы, ни через белье, кровать. ВИЧ-инфекция не передается. Расскажите, какие существуют методы лечения? Методы лечения на настоящий момент, как вы понимаете, это соматическое заболевание, не хирургического профиля. Методы лечения медико-ментозные. Значит, в общем-то, первый метод, будем так говорить, это симптоматическая терапия. Это родович инфицированный человек, состоящий у нас в учете в центре, приходит с какой-то подсторонней болячкой. Или у него появление на коже, или постудился, извините меня. Обращается к врачу, и на фоне ВИЧ-инфекции ему назначается симптоматическое лечение. Лечение конкретной ВИЧ-инфекции назначается тогда, когда организм человека уже не справляется сам с инфекцией. Поэтому большинство ВИЧ-инфекцированных задает вопрос первичных, а чем будут лечить, когда меня лечить. Пока организм, еще раз говорю, справляется с вирусом, лечение не назначается. Лечение назначается только в том случае, когда иммунитет падает до определенного уровня, когда вирусная нагрузка зашкаливает тоже определенные уровни. Вот тогда ставится перед ним условие, что вам будет назначено лечение, что вы должны знакомиться с такими-то пунктами порядка приема лекарств. Принципы лечения таковы. Поднять иммунитет ВИЧ-инфицированного и остановить размножение вируса в организме человека. Есть ли какие-то новые разработки? Раньше было такое, азидотимедин, это был препарат, как говорится, плацебо, лекарство для всех. У тебя ВИЧ-инфекция, значит тебе дают азидотимедин. В настоящее время у нас существуют препараты 4, 4-го поколения, 4-е плюс поколения. То есть, если ради человек мог принимать в 9 часов, в 12 часов, в 3 часа и так по часам, он как бы был зомбирован на этих препаратах, то теперь, в общем-то, существуют такие лекарства, которые в одной таблетке содержат несколько препаратов, которые способствуют и поднятию иммунитета, и стабилизации развития вируса в организме человека. Поэтому прогресс, конечно, существует. И, в общем-то, все будет зависеть от самого ВИЧ-инфицированного, который принимает эти препараты. Существует такое положение, как приверженность. То есть, понятие достаточно простое. Если человек постоянно принимается определенным промежутком данной препараты, организм на них реагирует. Но когда человек по каким-то причинам не пропускает, или при приеме препаратов отказывается от приема препаратов, по каким-то ему безвестным причинам, то ли побочные эффекты, то ли еще что-то. Последующее назначение этих препаратов приводит к тому, что данные препараты уже не действуют. Поэтому вот такое понятие, как приверженность, существует в обязательном порядке для ВИЧ-инфицированных. Относительно вакцины не будем, как говорится, гадать. В общем-то, работают и в России, и за границей. Но дело в том, что разработка вакцины – это довольно длительный этап. Потому что одно дело эксперименты на животных, на обезьянах, и другое дело этапы прохождения эффективности вакцины на самом человеке. Это достаточно длительный этап, а времени – это не 5 лет, не 10 лет. Но будем надеяться, что придем к тому, что вакцина сбит. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова